Загадочная представительница шестой расы, приковывающая внимание, опасная и таинственная. Войти в образ Настасьи Колесниковой было несложно. Игра на камеру, креативные и стильные съемки, привычная для супругов работа. Он художник, старающийся запечатлеть мгновение, она его муза и вдохновение. Союз двух творческих людей буквально провоцирует поток бесконечных идей. Нас вдохновила песня Dream California, и мы решили снять небольшую, небольшую, такую маленькую мини-мини короткометражку. Из которой в последующем вылилась наша работа «Девушка в зеленом плаще». Ну, мое личное отношение к этой короткометражке, может, оно не совсем приближенное к ней, и просто у меня внутри было такое ощущение, что я Элис, героиня из фильма «Обитель зла». Однако свою работу актриса оценивает весьма критично. Волнение объяснимо, ведь «Девушка в зеленом плаще» — ее первый опыт работы в кино. Еще больше пошла бы в эту, может быть, роль, так как я первый раз снимаюсь. У меня, конечно, там есть недочеты, минусы, но вот у меня было ощущение вот такое, что я какой-то супергерой, такая важная личность, немножко криминальная, может, где-то там даже и драматическая. Ну, конечно, хотелось бы побольше времени и средств на все это. Интересные стили, подача сюжета коллеги и жюри были отмечены не случайно. Нет заезженных локальных шуток, песен и плясок. Зритель буквально выбивается из привычной среды, автор степенно погружает зрителя в фантастическое будущее. Ну, вообще, наша картина рассказывает о девушке шестой расы, которая была рождена естественным путем. Ее скрыли от внешнего мира на 20 лет, и она единственная в своем роде. Ее предназначение — подготовить этот мир к новой цивилизации, которая вскоре заселит эту планету. Отсутствие бюджета явилось, пожалуй, единственной сложностью при создании картины. Поддержка молодых и талантливых, практика для республики непривычная. Хотелось бы, конечно, как-то более нереалистичнее, эффектнее это все преподнести. То есть, нам не хватало оружия, машину хотели бы, конечно, немного другую. Ну, конечно, мы с деньгами сняли это еще более эффектнее и зрелищнее. Останавливаться на достигнутом супруге не намерены. Идеи уже имеются, да и сама картина обещает иметь продолжение и интересный разворот сюжета. В будущем мы планируем снять полнометражный фильм «Девушка в зеленом плаще», где уже будет более конкретно, полно и понятно происхождение этой девушки. В общем, фильм будет полностью раскрыт. Но также у нас сейчас есть идея снять короткометражку об отвязанных парнях, которые идут на дело. Этот фильм будет с оттенками криминала и юмора. Вот только деньги, как и идеи, на дороге не валяются. И если с последними у самобытной команды проблем не имеется, то финансовый вопрос по-прежнему остается открытым. Хотелось бы обратиться к людям, которым нравится наше творчество, или даже к людям, которые еще с ним не знакомы, но обязательно посмотрите, надеюсь, вам понравится. Вы бы могли помочь нам реквизитом, либо финансово, потому что у нас в республике не помогают творческим людям. Мы даже недавно были на закрытии кинофестиваля «Маяк». Там сами представители говорили о том, что деньги пока не выделяются, помогают только морально. Но морально мы можем и сами себе помочь, поэтому нам нужны деньги. Мы говорим об этом прямо, и не только мы. Многие творческие люди говорят, что нет финансирования. Вы можете нам помочь, нам будет очень приятно, мы будем для вас стараться. Вы можете написать моему мужу в инстаграме «Алексей Колесников», для каких-то, может быть, даже идей, может, вы там поможете. Поэтому мы будем вам всем очень рады. Продолжение следует...